Приветствую вас. Для меня ваша ситуация выглядит таким образом, что вы, имея определенные амбиции, имея определенные возможности, имея достаточно большие амбиции, достаточно большие возможности, испытывайте потребность в том, чтобы себя обезопасить, испытывайте большие потребности в том, чтобы у вас был определенный набор в жизни, благодаря которому вы могли бы считать себя достойной, вы могли бы считать себя равной, может быть, другим людям, вследствие чего вы уделяете излишнее внимание и проявляете излишнее рвение там, где все обычно происходит достаточно естественно. И именно из-за этого, из-за того, что вы проявляете чрезмерное рвение в силу того, что вам что-то нужно, получается, что вы обесцениваете себя и ради того, что вам нужно, ради перспективы получить то, что вам нужно. В итоге делайте для этого слишком много и своим поведением отдаляете себя от того, что вам нужно. К примеру, если вы хотите в семье быть защищенной, чтобы мужчина вас обеспечивал, чтобы мужчина брал на себя определенные обязательства, то для этого необходимо уметь быть слабой. А вот слабой быть вы не умеете. Наоборот, вы проявляете всяческую активность. И возникает, на мой взгляд, логичный вопрос. Если вы проявляете всяческую активность, то зачем в таком случае мужчине что-то делать? Зачем мужчине проявлять свою активность, если эту активность уже проявляете вы? Тут, конечно, достаточно деликатный и тонкий момент. То есть, повторюсь, вот вследствие цепочки, которую я описал, вы приходите к результату совершенно вами нежелаемому, но вы к нему приходите. Предполагаю, что это связано с некими бессознательными, то есть неосознаваемыми вами мотивами поведения. То есть, например, вот, грубо говоря, не нужен мужчина, чтобы не была семья, чтобы чувствовать себя защищенным. Или чтобы быть как все, например. Для этого я должна предпринимать активные попытки построить семью. Предпринимая активные попытки, я проявляю инициативу. Нет, в проявлении инициативы ничего плохого нет. Но нужно понимать, что, когда вы проявляете какой-то объем, определенный объем инициативы, на этот объем инициативы и на инициативу в принципе происходит реакция со стороны другого человека. И то, как человек отреагирует на вашу инициативу, на проявление инициативы, вообщем-то во многом зависит от вас. Потому что, даже если человек обладает определенными характеристиками, определенным характером, определенной моделью поведения, все это может скорректироваться в зависимости от вашего поведения. Так вот, а вы, следуя своим целям, от них отдаляете. Происходит это, повторюсь, из-за неосознаваемых моделей поведения. Соответственно, их нужно корректировать. Следующее, следующее. Ваша потребность в семье и ребенку. В двадцать три года это, мягко говоря, рановато. Особенно с ученым здоровьем, что у вас высшее образование. Которое, я думаю, получали бы не просто так. Здесь необходимо разделить, разграничить. Стремление к семье как определенные ценности. И это означает непротивление развитию такой сферы в вашей жизни, как семья и материнство. И стремление к семье как к объекту вашего конкретного желания. В первом случае, в случае непротивления образованию семьи, вы, в общем-то, принимаете полностью или наоборот, не принимаете партнера для семейных отношений и для ведения хозяйства и для родительства и так далее. Вы не пытаетесь подстроить человека под какой-то образ. Вы не сталкиваете реального человека с вашим образом. Как семьи, как мужа, так и всего остального. Во втором случае, когда вы пытаетесь конкретно своими действиями реализовать семью. Ну, здесь, мягко говоря, происходит попытка подстроить реального человека под ваш образ. И возникают трудности. Поэтому, первый момент, когда семья представляется человеку ценностью, и он не противится ее созданию. Это одно. Второе, когда вы хотите семью, и вы реально делаете что-то для того, чтобы эту семью создать, это другое. В основе этого другого лежат ваши желания, некоторые мотивации, которые необходимо разобрать. Потому что человек, который хочет и пытается создать семью, ну, скорее всего, в самом принципе, будет страдать от определенной несамостоятельности, от определенной несвободы и так далее. Следующий момент, вы не принимаете своего партнера целиком. Партнер это чувствует, и это вызывает у него агрессию. Которая проявляется в виде той фразы, которую он сказал. То есть, вам здесь нужно определить, вы либо принимаете человека таким, как он есть, и любите и цените его таким, как он есть. Пускай без образования, без всего остального. Либо нет. Вот. У вас же достаточно четкое разделение на недостатки и достоинства человека. Ну, если мы говорим о любви, если вы человека любите или если, как бы, присутствует такое позитивное восприятие себя и другого, то недостатков не существует, как и достоинства. То есть, вы просто человек, вы либо принимаете в нем это, либо нет. За принятие и непринятие вы несете ответственность. У меня есть ощущение, что за свое принятие или непринятие человека здесь вы ответственность нести. Не хотите. Ну, то есть. К примеру. Вы говорите, вам не нравится в человеке то, что он курит. Казалось бы. Все понятно. Не нравится вам сигаретный дым и так далее. Вы говорите, у человека среднее образование долг на 100 тысяч. Казалось бы. Важная вещь? Вполне. Ну, вы можете не хотеть, имеете полное право не хотеть быть мужчиной, который без высшего образования, ну, уже сейчас мы не говорим о том, насколько это важно. Вот. И без долга. То есть это, как бы, ваше право. Но. Это важный момент. А вы не отказываетесь от мужчин. Вам не нравятся эти вещи, но вы от него не отказываетесь. А недовольство. Ваше. Им. Копится. Непринятие. Вам. Вами. И его. Тоже копится. Человек. Это чувствует. Человек. 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 Не меняется. И меняться, в общем-то, не должен. Но вы. Как будто бы. Ждете. Что. А. Человек. изменится. До чего вам выходить замуж. Тоже не совсем понятно. Повторюсь. А. Существуют определенные стереотипы. Относительные замужества, относительные семьи. И. Как я уже ранее говорил. Важно разделять. Семью. Замужество, родительство, детей. Как определенные ценности. Которые. Ну. В общем-то. Приумножаются. Вами. Здесь. И. Сейчас. А можно. Можно. Смотреть. На. Семью. Родительство. Как. На. Объект. Конкретного. Желания. Человека. И. В этом случае. Последние. Выступают. Всего лишь. Средством. Для реализации. Желания. Но. Поскольку. Эти. Самые. Средства. Включают. В себя. Реальных. Живых. Людей. То. Возникает. Элемент. Случайности. Элемент. Человеческого. Фактора. Который. Мягко говоря. Подвергает. Сомнению. Э. Реализацию. Вашего. Желания. И. Естественно. Это порождает. Тревогу. Это порождает. Порождает. Страх. Это порождает. Нервозность. Неестественность. Что собственно сейчас у вас происходит. заходит. Э. То есть. Очень важно понять. Какое свое желание вы пытаетесь реализовать через семью. Потому что семья. Это ценность. И. Никакое желание ваше личное. Не должно быть с ней связано. Следующий. Момент. Следующий. Момент. Это родители. К которым не нравится ваш. Мужчин. Какое отношение родители к этому имеет. Какая ваша зависимость от родителей. Очень важный момент. Очень важный момент. Следующий. Цепляет. Не цепляет. Цепляет. Не цепляет. А я хотел бы раскрыть это несколько. Больше. Что значит. Не зацепил внешне. Не зацепил общине. Ну. Люди же. Не крючки. Чтобы. Цеплять. Друг друг. Безусловно. Я понимаю. О чем вы говорите. Безусловно. Я понимаю. Что вы имеете ввиду. Вы говорите. Что вам. Не понравилось его внешне. И. Понравилось с ним общаться. А также. Нравится. Что он. Выполняет. Любую. Вашу правду. Тут. На. Любовь. Это. Не похоже. Больше. Похоже. На. Использованный. Человек. И. Это. Тоже. Неплохо. Но. Повторюсь. Весь вопрос. В ответственности. Если вы хотите. Чтоб. Человек. Поменялся. Вы. Не предоставите ему. Мотив. Для того. Собор меня. Если. Мотива. Не предоставите. Меняться. Не будет. Если. Вы. Как. У меня. Как. Мне. Кажется. Выбираете. Такого. Мужчину. Чтобы быть. С ним. Девочкой. Чтобы. Быть. С ним. Ребенком. То. Это. Тоже. Имеет. Место. Быть. Выбирать. Такого. Мужчину. Который. Которому. Нравится. Быть. Отцом. Для. Своей. Женщины. Которому. Нравится. Быть. Доминантом. Ваш. Мужчина. Не такой. И. Вероятно. Я повторюсь. Это. Моя. Кипотина. Проблема. В детстве. Что. Желая. Быть. Этой. Самой. Мальской. Девочкой. Вы. Предполагаете. Слишком. Много. Усилий. Для того. Чтобы. Ей. Результат. Как. Я. Как. Я. Сказал. И. Любая. Инициатива. Это. А. А. Активность. Это. Все. Таки. Не. Совсем. Э. Слабость. Да. Э. Последнее. Вы. Пишите. Девочка. Молодая. Красивая. Умная. Мне 23 года. Вот. Э. Что вы вкладываете в это? Для чего вы это написали? Какое это имеет отношение к тому, что вы пишете дальше? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Э. И могу только сказать по вашему вопросу следующее. Что. Для чего бы вам. Как вы говорите. Молодой. Красивый. Умный. Выходить замуж. Если вы сомневаетесь. Удачи вам. Я надеюсь, что вы найдете возможность обратиться к выбранному вами специалисту и поработать в более деталях. Удачи. Удачи. Удачи.